Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхем. Мы с вами продолжаем изучать книгу «Деяния апостолов». У нас пришел черед 12 главы, ее первой части. В начале этой части мы с вами находим такие слова. Это первый стих. «Примерно в это же время царь Ирод стал заключать под стражу и преследовать некоторых членов мессианской общины». То есть мы наблюдаем картину, как гонением на первых верующих присоединяется царь, его зовут Ирод. Нужно оговориться, что здесь речь идет об Ироде, о гриппе первом, который является внуком того самого Ирода, который занимался многими строительными проектами в Иудее, за что и был прозван Великим. Однако мы его больше знаем как человека, который повелел убивать младенцев, живущих в Вифлееме, в надежде на то, что таким образом он уничтожит и народившегося в то время Ешоа. Ирода Агриппу I на свой пост назначил император Рима Клавдий. Правил он довольно короткий промежуток времени, и вскоре мы как раз увидим описание его смерти. Еще он известен тем, что очень старался наладить свои отношения с официальным иудаизмом, который правил в Иерусалиме и в храме. И уже во втором стихе нашей главы мы видим с вами такие слова. «И велел казнить мечом Якова брата Йоханана». Скорее всего, речь идет о тех, кого называли сынами Грома. Они были с Шимоном на горе Преображения, когда Ешоа преобразился, то есть они входили в самый близкий круг к Ешоа. Видимо, о них просила мама, когда обратилась женщина к Ешоа с просьбой посадить одного сына по левую сторону, другую по правую. Интересно, что получается, что он был первый из 12 учеников Ешоа, который погиб смертью, которая называется в иудаизме Кедуша Шем, то есть мученической смерти. Несмотря на то, что мама тогда получила, по сути, отказ от Ешоа, но мы с вами прекрасно знаем, что люди, которые погибали мученической смертью во имя Господа, всегда удостаивались особой чести у нашего отца. И я уверен, что и Яков тоже был таковым. Вот на какую деталь нужно обратить внимание, что он был казнен мечом, а это, в свою очередь, может означать то, что предметом обвинения его было идолопоклонство. Интересно, что до сего дня одна из претензий, которая предъявляет иудаизм к верующим в Ешоа, которого мы почитаем Богом, это именно идолопоклонство. Судя по всему, такое обвинение тогда и было в адрес Якова. В третьем стихе мы с вами читаем такие слова. Когда Ирод увидел, что это пришлось по душе иудеянам, он велел задержать Икефу. Так что Ирод, схватив, бросил его в тюрьму и приказал, чтобы его охраняли четыре отряда, по четыре воина в каждом, намереваясь привлечь его к народному суду по окончанию Песаха. Мы с вами видим, что, как я и говорил выше, желая угодить иудеям, правящим в Иерусалиме, Ирод арестовывает Кефу и заключает его под стражу. Текст нам говорит о том, что это был период Песаха. Надо заметить, что, строго говоря, Песахом называется только первый день праздника, а дальше следует праздник, который называется Хакаматсот. Но несмотря на то, что, по сути, это два разных праздника, уже с древних времен было принято Песахом называть весь период, то есть весь период праздника в течение семи дней. То есть Ирод арестовал Шимона и посадил его на весь этот период в темницу. Интересно, что на самом деле в праздник Песах обычно было принято прощать и отпускать преступников. Так мы с вами наблюдаем картину, что в свое время Понтий Пилат, когда он совершал суд над Ишоа, предлагал в качестве подарка на праздник его отпустить, на что тогда старейшины не согласились. Здесь же Ирод выбирает другую стратегию. Он заключает на весь период Петра под стражу, дабы по окончанию этого периода осудить его. Далее мы с вами читаем такие слова. Итак, Кефу стерегли в тюрьме, а мессианская община усердно молилась о нем Богу. Здесь мы наблюдаем картину, как мессианская община молится. Мы с вами читаем, община молилась усердно. На самом деле здесь в греческом языке стоит два слова, которые в принципе переводятся абсолютно правильно, но показывают нам, что община молилась такой сосредоточенной и целеустремленной, я бы сказал, молитвой, да еще и долгое время, поскольку форма глагола, которая здесь используется, она подразумевает незаконченное действие. О чем нам это говорит? Нам это говорит о том, что мы должны молиться именно вот так, когда мы сосредотачиваемся на какой-то цели, ради которой мы молимся, и долгое время, обращаясь к Господу, просим Его нам в этом помочь. Тут нужно говорить вот еще какой момент. Дело в том, что в иудаизме с древних времен существовала ритургическая молитва. Я бы назвал ее или сравнил ее с официальным обращением к Богу как к царю. То есть если мы обращаемся к царю, то есть особый церемониал, особые формулировки, которые при этом используются и так далее, и так далее, и так далее. Вот это и является литургической молитвой. Тогда же, как есть еще и другая форма молитвы у нас, у его детей, и поскольку он наш отец, мы можем разговаривать с ним, как с Богом Отцом. Это другая форма молитвы, в которой мы можем обратиться и с какими-то просьбами, и с какими-то проблемами в нашей жизни. Судя по всему, вот как раз речь идет и о такой коллективной молитве, с которой мессианская община обратилась к Господу. В шестом стихе мы читаем. Я не буду сейчас перечитывать весь эпизод, связанный с освобождением Петра. Обращу внимание только на некоторые детали. Прежде всего на то, что Петра пришел освободить ангел. Знаете, сегодня ангелология часто носит какой-то очень странный характер. Мы должны понимать, что прежде всего большинство ангелов – это так называемые служебные духи. Они действуют в рамках поставленной задачи. И за пределы этой задачи они, как правило, выходить не могут. Я бы их сравнил с программным обеспечением у компьютера. У каждой программы есть своя конкретная задача. И вряд ли есть возможность изменить эту задачу, не изменяя саму программу. Подобным образом и здесь. Ангел приходит, он говорит быстро, конкретно, ясно все то, что Шимон должен делать. Поначалу, причем Шимон, судя по всему, реагирует на это как на видение, или даже, я бы сказал, сновидение. Но постепенно он осознает, что это действительно делает Бог, совершает все то, что ему было сказано. И он, выйдя на свободу, отправляется туда, где находится часть его общины. Надо заметить, что в древности, так же, как, наверное, и сейчас во многих церквях христианских, есть такая практика, что есть большое собрание, где собираются все верующие. Подобное делалось в синагоге. И должен заметить, что практически до самого раскола, который произошел во времена Бар-Кохбы, которого Раф Акива объявил Машехом, на что, естественно, люди, верующие в то, что Машехом является Ешоа, согласиться не могли. То до самого этого раскола верующие в Ешоа продолжали ходить в такие же иудейские синагоги. Ну, за исключением, наверное, тех случаев, если где-то их официально изгоняли. И продолжали так же собираться. Но помимо этого были еще и то, что очень похоже на наши домашние группы. Это движение называлось Хавура, производное от слова дружбы на еврейском языке. Собирались для общения по домам. И вот здесь Шимон, видимо, знает, что в этот момент группа собралась где-то на дому, но отправляется именно туда. В 12 стихе мы видим с вами такие слова. Осознав, что произошло, он направился к дому Мириам, матери Йоханана, названного Марком, где многие собрались для молитвы. Здесь у нас другой Йоханан, прозванный Марком. Это двоюродный брат Барнабы. О чем нам говорят пометки на полях некоторых рукописей, которые дошли до наших дней. Традиционно он отождествляется с Марком, который написал Второе Евангелие. Интересно, что Шимон поступает, на мой взгляд, очень мудро. Почему? Потому что, когда он освободился, его первая реакция – пойти туда, где собираются верующие. На самом деле, эта реакция должна быть у нас каждый раз, когда мы находимся в новой местности, в новых обстоятельствах, когда мы получили ответ на наши молитвы. Почему? Потому что это, естественно, для людей, объединенных Духом Святым, желание поделиться тем благословением, которым их наградил Бог. И вот здесь мы как раз и наблюдаем картину, что Шимон отправляется именно для того, чтобы поделиться этой радостью. А что же произошло там, когда он туда пришел? Об этом мы с вами поговорим, так же, как о последствиях всего этого, уже во второй части книги 12 главы «Деяния апостолов». В следующий раз. Да благословит вас всех Господь! Бо чем еще, Машех! Амэн! Продолжение следует...